В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Обещала забрать недуги, а вместо них прихватила заначку. Очередная мошенница обманула доверчивую пенсионерку. Так вот ты какой телефонный террорист! Почему подвыпивший мужчина решил поиграть в преступника и что ему за это грозит? Так не доставайся же ты никому. Попытка примирения бывших супругов закончилась убийством. Правило «мой дом, моя крепость» перестало срабатывать с тех пор, как появились квартирные мошенники, для которых ваши апартаменты как водоем для рыбы. Улов тоже обычно неплохой. Одной из последних жертв такой мошенницы стала рязанская пенсионерка, проживающая на улице Чкалова. Гостеприимство обошлось в 60 тысяч рублей. Но, честно говоря, виновата потерпевшая сама в том, что готова была поверить в любые басни. Как же просто нашим горожанам втереться в доверие. Готова оправдать и свои болячки, истечение обстоятельств и откровенную чушь. Вот что говорит потерпевшая. Я иду домой, я до своего дома дохожу, заворачиваю так за угол своего дома, она меня догоняет. Скажите, пожалуйста, никто здесь студентку не пустит на квартиру? Я говорю, в нашем доме никто не пускает. А вы не пустите? Я говорю, нет. А потом она стоит и говорит, можно в туалет сходить. Но я просто и говорю, пожалуйста. Думаю, она сходит в туалет, сумку она повесила в прихожку свою, сходит в туалет, возьмет сумку и уйдет. И она говорит, вышла в туалет и говорит, дайте мне... А, я работаю в церкви в Пущине. Вот, в Пущине работаю. Ну, ладно, я поверила. Она говорит, дайте трехлитровую банку мне, налейте воды холодной. Я говорю, у меня трехлитровая, я живу одна, у меня трехлитровой банки нету. У меня есть литровая банка. Она говорит, ну дайте литровую. Дала литровую я ей банку, а она взяла ее, стала спички зажигать и туда опускала. Спички, они все плавали посверху. И вот и говорит, вот ваша порча. А у меня коленка болит. Говорит, вот ваша порча. Ну, ладно, я опять поверила ей. Чем дальше, тем больше история напоминает мыльную оперу. Оказывается, пострадавшая видела, что наволочка на подушке, под которой она хранила сбережения, порвана. И даже сама принесла нитку с иголкой, чтобы злоумышленница ее зашила. Видела и свои деньги в руках мошенницы, но решила, что та все вернула на место. Ну, ты мне скажешь, зачем вообще банку так вот нагрела? Зачем? Потому что я беременна, и мне надо чем-нибудь заняться. Ну, как ты сделала? Как? Сделала куклу и подменила деньги, все. Преступницу выдали отпечатки пальцев, оставленные в чужой квартире. Оказалось, что это ранее судимая жительница Рыбновского района 1968 года рождения. Будьте бдительны при общении с людьми на улицах, как и по телефонах и средствах в социальных сетях. Не торопитесь отдавать свои нажитое мошенникам. Мошенница грозит еще одна судимость. За свою любовь к чужим сбережениям она ответит по закону. А вы проявляете благоразумие, когда распахиваете дверь перед чужим человеком. Не в той полосе мы живем, чтобы перестрелки были делом обычным, но и такое случается. В Старожиловском районе Рязанской области полицейскому пришлось применить оружие, чтобы пресечь вооруженные нападения на своих сослуживцев. Около полуночи местная жительница пожаловалась на нарушение общественного порядка. Подвыпившая троица мужчин не стеснялась в выражениях и отдыхала довольно шумно. Когда приехавшие сотрудники попытались их успокоить, завязалась драка. Дебоширы напали на стражи порядка сначала с кулаками, а затем один из них достал нож и ранил лейтенанта в живот. Инцидент произошел в деревне Хрущева. Участковому, находившемуся в составе наряду, пришлось произвести два выстрела сначала вверх, затем на поражение. В результате один из нападавших был ранен в живот. Пострадавшие были госпитализированы, а по факту началась проверка. По предварительным данным, применение оружия полицейским было правомерным. А злоумышленнику за нападение на сотрудника грозит до 10 лет лишения свободы. Как это ни странно, но телефонными хулиганами, как правило, оказываются не дети или подростки, а вполне взрослые и, казалось бы, адекватные люди. 25 мая полицейские занимались поиском возможного террориста, который грозился взорвать один из московских вокзалов. На подвиги, разумеется, потянуло после определенного количества спиртного. Где-то полвосьмого часов семь додумался позвонить в экстренный номер и сообщить, что в Москве вокзал заложен был. А для чего ты это сделал? Для этого я не помню. Потом перезвонил и указал, что она заложена на Казанском вокзале. Уже ночью личность телефонного террориста была установлена. Оперативные сотрудники выяснили, что он находился на территории областного центра. Сколько тебе лет? 22. А до этого вообще попадал в полицию? Нет, не привлекался. Не привлекался. А сегодня где тебя? Сегодня меня задержали на работе. Стоит отметить, что 16 мая текущего года вступили в силу изменения к уголовному законодательству, ужесточающая ответственность за это деяние. Как раз решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма. Следователи московского МСО разбираются в любовной драме, которая произошла в доме на улице Магистральной. Виновнику грозит серьезный срок. 9 мая, когда вся страна праздновала День Победы, в семье, где произошло ЧП, тоже был праздник. После развода и долгой разлуки супруга наконец решила вернуться к бывшему мужу. Встречу, как водится, сели отпраздновать. Но три дня весели, то и дело омрачались звонками на телефон погибшей. И хозяин квартиры начал понимать, что перевес явно не в его пользу. Он услышал телефонный разговор своей супруги с неким неизвестным мужчиной ему, которому она и обещала, собственно говоря, уйти от своего мужа, бывшего так, к нему. Ей постоянно кто-то назвал на телефон. Я слышал разговор. Она разговаривала со своим мужчиной, с которым проживает сейчас, в данный момент. И услышал. Судя по разговору, понял, что он ее звал домой. Вечером 11 мая телефон зазвонил снова. Из обрывка разговора задержанный сделал вывод, что стоит ему уйти на работу, как вся любовь закончится, а дамы сердца уйдет к сопернику. Причем бывшего мужа погибшей уверяла абсолютно в обратном. Просто я у нее спросил, с кем ты будешь жить, с кем ты остаешься у меня, или же ты ходишь к нему. Она говорит, все, я остаюсь с тобой. Она приехала с котом, забрала кота. Когда кот и хозяйка мирно заснули, разгневанный бывший муж отправился на кухню за орудием мести. Кухонным ножом он нанес всего один удар и, похоже, не ожидал, что возлюбленная уже никогда не проснется. Свою вину ревнивец признал и в преступлении раскаялся. Один неверный поступок стоил и дамы сердца, и свободы. К другим темам. Пока не очень понятное происшествие случилось в воскресенье в Рыбном. На территории садоводческого товарищества в салоне автомобиля были обнаружены тела двух местных жителей. Молодого человека 94-го года рождения и девушки 96-го года рождения. Внешних признаков телесных повреждений у погибших нет. Известно, что автомобиль принадлежал мужчине. Подробности следователи пока не разглашают. В настоящее время проводятся мероприятия, которые направлены на установление причины смерти молодых людей, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если между словами флеш-карта и преступление человек еще найдет некую связь, то как можно навредить авторучкой? Можно, если она снабжена следящим устройством, микрофоном или видеокамерой. За текущий год это уже не первый случай, когда люди пытаются заработать на электронных шпионах. В Московском районе с помощью сети интернет мужчина приобрел как раз такие устройства. Поясняет, что приобрел их для реализации, поскольку цена устройства при продаже последующей, которая уже осуществлялась на территории Советского района, практически в три раза превышала стоимость этого устройства на момент его приобретения. Сторонний человек подвоха не найдет, по крайней мере не сразу. Спрос на гаджеты из Поднебесной растет день ото дня. Производители стараются, делают устройства шпионы так, что комар носа не подточит. Правда, рязанский нарушитель закона не успел войти во вкус. Первая же попытка продать запрещенный товар была пресечена стражами порядка. Эти устройства стали пользоваться большой популярностью и спросом. Видимо, немногие знают о том, что данные устройства запрещены к обращению на территории Российской Федерации. И за их приобретение, за их использование может наступить уголовная ответственность. Штраф за подобные преступления, говорят следователи, в десятки раз превышает возможную выгоду. Так что тем, кто решит подзаработать на перепродаже электроники и комплектующих, следует внимательнее следить за содержимым потребительской корзины. Незнание закона не освобождает от ответственности. Ну а сейчас информация, которую стоит взять на карандаш родителям. Впереди самые долгие каникулы. И далеко не всегда будет время и возможность проконтролировать отдых своих детей. Безобидные, на первый взгляд, развлечения и шалости могут стоить жизни. Летом это две актуальные проблемы. Когда школьники уходят на водоемы и не справляются с обстоятельствами. И когда родители проветривают окна, и малыш, опираясь на москитную сетку, планирует вниз. В 2013 году имелось несколько таких случаев, которые заканчивались летальным исходом для маленького ребенка. В 2014 году также имелся один случай подобного рода, в ходе которого ребенок, выпавший из окна, остался жив. И был госпитализирован в больницу. Но спустя несколько дней спасти ребенка не удалось, и он скончался от полученных телесных повреждений. Еще одна проблема, которую в итоге решают оперативные сотрудники – отсутствие контакта между родственниками. Примерно две недели назад в отдел полиции номер 4 поступило сообщение от матери 10-летнего мальчика. По ее словам, ребенок, как обычно, вечером пошел на прогулку и не вернулся. На телефон дозвониться не удалось. Приехала следственная оперативная группа. Матери было дано указание позвонить по близким родственникам, бабушкам, дедушкам. Однако никто из близких родственников не знал, где находится ребенок. Оказывается, был и папа, который жил в том же дворе. Но поскольку супруги были в разводе, у него поинтересоваться о судьбе ребенка никто не захотел. Мама была уверена, что сын не мог соскучиться по отцу и остаться у него. Ребенок нашелся с ним, ничего не случилось на следующий день. Однако сотрудники полиции всю ночь занимались поисками данного ребенка. Сотрудники следственного комитета, которые выезжали по данному заявлению, также на протяжении всей ночи занимались поисками данного ребенка. То есть были приложены достаточно большие силы для того, чтобы установить его местонахождение, хотя он находился в соседнем доме. Мы не психологи, но согласитесь, взрослые люди должны быть благоразумны, тем более, если речь о детях. Стоит задуматься, когда ребенок сам появляется на пороге и перезвонит родителям. С подростками дело обстоит сложнее. Те уверены, что способны сами изменить свою жизнь. Еще один показательный пример – все надоело, сбегу-ка я из дома. Причем чаще такие ситуации происходят в благополучных семьях. В 16-летней Рязанке показалось, что родители ее слишком контролируют. Девушка собралась и, недолго думая, ушла. Ушла из дома, оставив записку примерно такого содержания, что «Извините меня, мама, папа, но я не хочу с вами жить, так как вы меня держите и не даете никакой абсолютно мне воли». И пошла по железнодорожным путям в сторону города Москва. Мне кажется, в 16 лет уже должно быть осознание своих действий. В конце концов, взрослыми нас делают именно уравновешенные решения и поступки. Беглянка была обнаружена той же ночью, и сколько еще бессонных ночей проведут следователи, разыскивая несовершеннолетних любителей приключений. Трудно уберечь свою семью от всего на свете, но иногда достаточно просто обратить внимание на тревожные звоночки. И объяснить ребенку, например, что открывать трансформаторную будку опасно, а садиться в машину к постороннему нельзя, а на водоемы лучше не ходить в одиночку. Есть очень точная формулировка «Правила безопасности написаны кровью тех, кто ими пренебрег». Не забывайте об этом. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Если у вас есть интересные темы для эфира, звоните в нашу редакцию по телефону 70 00 20 или 70 00 21. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова